здравствуйте с вами александр и я хочу рассказать вам сегодня о популярном детском автокресле от компании cybox модель называется palace m fix вот это кресло как вы уже заметили это кресло использует не пятиточные ремни а столик безопасности столик безопасности сразу вам скажу чтобы не тянуть это альтернативное крепление ремню безопасности пятиточные ремни к которому все привыкли там ремешочки застегиваем вот здесь такого нет здесь посадили ребенка поставили столик протянули здесь ремень я что же покажу и собственно пристегнули этот способ крепления не только альтернативные но он и эффективнее чем система пятиточных ремней лучше распределяет нагрузку при дтп ощутимо сильнее снимает нагрузку с шеи ребенка при дтп основное преимущество столика только при лобовых дтп все остальные удары в принципе на уровне топовых решений от других производителей где используют пятиточные ремни вот вам вкратце так что касается конкретно это и этого автокресла она предназначена для детей с 9 месяцев до 12 лет то бишь это где-то с там с 9 килограмм до 36 килограмм приблизительно так давайте теперь подробнее остановимся на самой модели как она сделана из чего она сделана ну раз столик взял в руки давайте сначала расскажу о нем что это такое вот так это все выглядит чтобы вы не пугались часто родители приходят магазин а я как же тут ребенку там все такое тесно до в пуховике мне тоже в машине тесно поэтому я его снимаю то же самое касается и ребенка в автомобиле нужно снимать верхнюю одежду и тогда ребенок будет себя нормально чувствовать и будет ему комфортно и не тесно вот но здесь еще есть интересная фишка есть возможность регулировки прилегания ребят столика к ребенку то бишь не стесняя его в движениях будучи пристегнутым по глубине вы можете столик отрегулировать как я уже говорил посадили ребенка поставили столик столик прижмется ровно настолько сколько позволит ребенок не он не прижмется там что ему дышать тяжелого ремень же вам не давит когда вы пристегнуты здесь тоже самое вот как это выглядит получается что складываем ремень вдвое и из-за того что мы ремень складываем вдвое здесь в подобных креслах с и здесь в том числе со столиком безопасности длина ремня вашем автомобиле должна быть два метра 20 сантиметров поэтому учтите это обязательно вот складываем ремень пополам про собой фасовая специальным направляющим защелкиваем за верхней тянем чтобы нижний натянулся соответственно случайно застегнул сюда вот и все вот так вот пристегнут ребенок когда здесь сидит ребенок кресло столик соответственно гораздо выше и у него здесь здесь по бокам место чтобы вытащить руки руки не всегда на столике поэтому здесь все в этом плане в порядке снимается соответственно тоже все очень просто кстати насчет крепления самого кресла в автомобиле здесь предусмотрена система изофикс вот эта система изофикс это жесткое крепление кузова автомобиля все вот по длине соответственно регулируется пристегнули то есть я вам покажу как все достаточно просто щелчок щелчок и все вот здесь есть регулятор благодаря которой мы можем ближе к спинке автомобиля прижать или дальше соответственно чем дальше тем больше хода у нас для наклона лишь сразу скажу про наклон есть из-за того что здесь используется платформа вы можете наклонять независимо от спинки автомобиля само кресло движением одной руки принципе очень удобно так что касается столика я вам уже рассказал это со столиком вы должны быть есть где-то до 100 сантиметров роста если будете раньше пытаться крепить взрослым ремнем ремень попадет на горло поэтому ни в коем случае только 100 сантиметров и вы потом уже ремнем взрослым вот вот так вот вы будете сажать ребенка при 100 сантиметрах здесь подголовники есть специальные направляющие в которые вы проводите ремень вот как это выглядит вот так вот да что такое так вот по сути как вы себя крепите взрослый человек так вы крепите ребенка вот до при достижении 100 сантиметров роста все вы не должно именно так здесь направляющим и здесь под подлокотниками с двух сторон обязательно и верхний и нижний ремень это строго-настрого соответственно это что касается крепления так про наклон я уже вам сказал еще интересная фишка в этой модели есть здесь подголовник регулируется в трех положениях по глубине путем нажатия кнопки специальной явно картинки сейчас выведу пока смотрите можете по глубине отрегулировать это тоже очень удобно вот сразу скажу вам еще про одну фишечку по безопасности здесь вот сбоку это дополнительная амортизация при боковом дтп с двух сторон она присутствует но выдвигать надо с той стороны где окно это для того чтобы вы могли гасить энергию удара если был боковой удар эта часть она принимает удар на себя в первую очередь гасить энергия дара потом только на само сиденье переходит уже уменьшена энергия удара это очень здорово так что касается ткани ткани здесь достаточно тактильно приятные ну что вот мне очень понравилось они очень мягкие они прям реально мягенькие много кресел трогаешь они такие дубоватый а здесь как такой уютный диванчик домашний в этом плане что касается ткани здорово соответственно все ткани можно снять постирать это вообще не проблема поэтому можно ухаживать за ними без проблем так и еще сразу скажу когда уже ребенок достиг 100 сантиметров и вы уже ездить и так вот эта часть платформа она снимается сейчас я вам не буду это показывает достаточно так но немножко времени уйдет на это поэтому поверьте на слово в картинке тоже покажу вообще здесь она убирается соответственно этой платформы уже не будет она опустится ниже потому что на ней если взрослый ребенок будет сидеть им просто в потолок упрется рано или поздно это тоже не очень хорошо так что касается безопасности вам рассказал и сразу еще подмечу она заработала очень хорошие оценки по безопасности в том же адаке на других организациях поэтому всю эту информацию я попробую выложить вам в описании к этому видео все характеристики в цифрах килограммах тоже будут там поэтому посмотрите вот собственно принципе все что хотел рассказать вам об этом кресле вам рассказал вот подытожу вам свое мнение столик безопасности большинство родителей они пугаются этой штуки как ребенку там сидеть из своего опыта могу сказать не своего личного ребенка моего ребенка возим в другом кресле без столика но из магазина искли из опыта клиентов магазина мир автокресел один клиент например месяц приучил ребенка чтобы ездить со столиком ребенок не каждый будет это все принимать но постарайтесь приучить потому что при лобовом дтп а коих гораздо больше чем каких-то боковых еще что-то эта система столика она гораздо безопаснее чем ремни поэтому постарайтесь это понять и лучше выбирать именно кресло с таким столиком вот а что конкретно этого кресла касается cybox это один из сказать так законодателей моды с кресел со столиками поэтому если не cybox то кто по сути еще киди компания делает кресло со столиками и у ricara есть еще одна модель обзор на нее тоже скоро вы увидите поэтому качество здесь претензий нет безопасности тоже вопросов нет цена абсолютно гуманная вот что касается cybox цены в порядке вот и доверять ребенка можно смело поэтому рекомендую к рассмотрению обязательно вот ну а собственно все если это видео вам было полезно и интересно вы что-то для себя подчеркнули ставьте пожалуйста этому видео лайки подписывайтесь на канал но вам собственно хорошего правильного выбора всего добра